Решил пробежаться по вашим замечаниям И наткнулся на весьма интересные вещи О которых я думаю сейчас рассказать Задумался с чего начать А именно здесь идет Как бы разговор о научных достижениях для человека Некоторые люди свято верят в науку Свято верят в медицину Возможно они сами там работники в какой-то мере И вот говорят да-да-да-да-да Вот это-то А есть там совет или еще какие-то там вещи Просто-напросто глупые и даже вредные Что я хотел бы вначале сказать Вы знаете да имеются конечно такие интересные вещи В которых там медицина действительно преуспела А есть что просто-напросто что-то не то Как говорится не в ту степь Но лучше всего начать читать И далее мы пойдем Вот Михаил Горбачев написал С генами наука еще в начале пути Не знает как и что трактовать Ну и тут так вопрос На это Марина Януш Пять часов назад изменено Написал не знаю как что трактовать с этими генами Гена это я Один здесь Чего-то не знают А что-то уже хорошо известно Наука ведь не стоит на месте Пищевое поведение находится под контролем Сложной многокомпонентной системы Которая включает центральные и гуморальные звенья регуляции Попросту говоря на чувство голода Влияет растяжение желудка Нервный путь на начальной стадии Опыт с надуванием баллонов в желудке голодной собаки Кстати его уставляют и в желудок людей Аппетит пропадал только на время А зачем тогда человеку вставить Раз уже было выяснено что только на время И уровень питательных веществ Глюкозы и уровень определенных гормонов Ну там перечисляются Какие Тут опыт с переливанием крови от сытой собаки голодной И количество жировой ткани И чувствительность рецептора мусса К лептину Так называемая лептинорезистентность Кстати лептин регулирует весь тело Не только по пути гипоталамуса Как раньше предполагаю По давлению аппетита Но и периферическим путем Через гиперапоптос жировой ткани Правда тоже через мозг И далее через гуморальные пути Вот смотрите Вроде бы Как бы сказать Научно сказано Но если вдуматься Вот в это так Просто Со здравым смыслом Аппетит У человека возникает тогда Когда питательные вещества усвоены Израсходованы И ему хочется есть То есть все естественно и понятно И вдруг вам вот такое вот говорят То есть вот эта вот вся эта цепочка Которая там Там перечислено это так Еще не все Она на уровне нашего сознания Должна просто-напросто осознаваться Чувством голода И ничем иным Мы чувствуем чувство голода И начинаем есть И есть надо умеренно Для того чтобы не разжиреть Для того чтобы не отощать Понимаете Есть еще чувство насыщения Тоже такое естественное чувство То есть мы забыли Что такое естественность И вот это когда нам начинают там говорить Вот это то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то Получается что За вас какая-то там машина должна вычислять Сколько там гормонов выделилось Сколько не выделилось Это на то-то на все Калории считают и так далее И тому подобное Люди Опомнитесь Есть чувство голода Есть чувство насыщения Как они возникают И их надо удовлетворять Все И у вас будет нормальная масса тела А не вот это вот Гуморальный пуск в мозги и так далее Далее Марина Януш Я к этому что тот факт Что наука на данный момент Что-то не знает Не означает что нужно не верить всему Что она уже узнала Хорошо узнала Раньше не знали Как возвращать людям зрение Сейчас операция по смене хрусталика Рутинная операция Можно так сказать Да Вот чисто механически вам заменили Но на самом деле Это то не лечение Лечение Особенно целительство Подразумевает Что вы После лечения Имеете Тот же хрусталик Который у вас и был До того Как он начал видоизменяться Разницу вы чувствуете Одно дело Его просто-напросто заменить А другое дело Сделать его нормальным Это две большие разницы На то Как его сделать нормальным У современной медицины Не будем медицину брать Науки Ума еще не хватает А просто-напросто заменить Ну пожалуйста заменили Ну еще что Далее там возникают Какие-то свои проблемы Вроде бы как ты видишь Ну надо там что-то там Очки Какие-то там темные Или еще что-то Ну не будем вдаваться так В мрачные вещи Я вам объяснил И лечение И просто замена Это еще замена Хорошо что Хрусталик Не требует Вот Проживания Заменили Да заменили И он там Делает свою функцию То есть Он уже не мутнеет Так Разобрались То есть Рутинная операция Возвращение Людям зрения Вот таким вот Несколько Неестественным Путем Вот это вот Я думаю все Поддержат Что это Неестественный Путь Естественный Это вернуть Хрусталику Его первоначальные Качества Так Дальше поехали Раньше люди Пачками умирали От разных Осложнений ОРЗ В основном От пневмонии Позже Позже При изобретении Антибиотиков Смертность От пневмонии Существенно Снизилась Но зато От антибиотиков Возникли Осложнения Другого Рода Которые Которые Дают Сами Антибиотики Выкашивая Масштабы Масштабы Возможно Где-то Можно Статистику Почитать То есть Как правило То или иное Лечение Антибиотиками Закономенно Приводит К ряду Каких-то Последствий От которых Опять-таки Надо Лечиться Есть такое Есть такое Так Раньше Умирали Миллионы От эпидемии Сейчас Благодаря Вакцинации Некоторые болезни Исчезли Совсем Заболевание С других И сменилось В сто раз Корчума И прочее Смотрите От чего Действительно Люди Умирали Вот Раньше Там Допустим Ну если Возьмем Так Примерно Лет там Пятьсот Назад Вот взять Ту же Прагу Который Я был Оказывается Антисанитария Как бы сказать Плотность Населения Плюс Антисанитария Породили Такие Условия Которые Отравили Там воду Отравили Там все Там и запах И почва И все Все там Было отравлено В этих Средневековых Городах И естественно Возникали Эпидемии И Не столько Вакцинация Этому Помогла Как Просто-напросто Изменение Условий Жизни Условия Жизни Большинства Населения Кардинально Изменились В лучшую Сторону По крайней мере Исчезла Антисанитария Как только Она появится Все эти Болячки Даже там С вакцинами Они вернутся Вновь То есть Не вакцинация А именно Изменение Условий Именно Условия Стали намного Лучше Экология В городах Там По сравнению С средневековыми Стало существенно Чище Естественно Да и труд Стал менее Тяжелый И И прочее Прочее То есть Вот эти все Факторы Именно Условия Жизни Людей Условия Жизни Людей Повлияли На Вот эти Вот заболевания Но не вакцинация Поэтому Кори Чума Там Начали исчезать Как только Создаются Условия Где-либо И кори Чума И все Там такое Опять Тут Как тут Так Раньше Легкая Травма Колена Повреждение Мениска Могла Закончить С инвалидностью Отвертый кусок Мениска Разбивался В столовой Кряж Сейчас Этот Злосчастный Кусочек Достает Через Маленькие Два Три Отверстия Методом Так И человек Спустя Несколько Дней Забывает О проблемах Ну Вот здесь Я согласен То есть Есть такие Действительно Вещи В которых Это все Работает Согласен Что я тут Буду Что-то там Городить Что-то там Против Раньше Люди С артрозом Как с артрозом Это инвалиды В будущем Сейчас Существуют Титановые Протезы Существуют Титановые Протезы Смотрите Вот Из-за Титановые И так далее И все Будет У вас Там Налад Но Как говорится Опять-таки Взять Статистику Хорошо На эту Тему Там Посмотреть Не все Так Гладко Как Как Вот так Вот Говорится И пишется Возникает Я вот Буквально Таки Дня Два Три Там Назад Видел Своего Друга Юности С женой У которой Как он говорит 200 тысяч Потратили На замену Сустава Говорит Все равно Там болит То есть У каждого Человека Это происходит Все по-разному А есть Методы Как лечить Коксоартроз Вы знаете Об этом Или не знаете Вот То есть Замена Не так Как это Как бы сказать Вот заменили И дальше побежали У кого Как это протекает У одних Нормально А других Ненормально И в любом случае Внедрение В организм Нечто чужеродного Уже Тоже Противоестественно Ну я согласен С тем Что да Человек Тут будет Ходить Там Все нормально Но Не все так Гладко А самое главное Большое но Это то Что Есть Различные Методы Средства Как это Лечить Но оказалось Они не нужны Ставим вам Этот вот Шуруп Этот Стержень И побежали Дальше И тут Мне хочется Привести Опять таки Пример Знаете Рони Колымана Это Мистер Олимпия Восьмикратный Который Занимался Все Там Та-та-та-та-та-та-та-та-та Помимо протезы вот такие они титановые протезы раньше от аутоиммунное заболевание отправляли людей на тот свет даже молодом возрасте или делали инвалидами сейчас большинство таких болезней научились если не вылечит а по крайней мере контролировать вы знаете вот когда говорит аутоиммунных заболеваниях я как в верхнем верхних случаях говорю это когда не знает что чё как и от чего ссылается вот на это аутоиммунное заболевание любое заболевание имеет свои истоки причины следствия возможно это не надо современной медицины мы будем что делать контролировать так последние препараты генной инженерии биопрепараты сейчас особенно дают хорошие результаты ну 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 значит раньше зубы выпадали от нелеченного кариеса что сейчас творит стоматология сами знаете опять таки что творит стоматологии я сотрите меня отчасти с зубами это последствия моего наивного вот такого примерно думание что стоматология мне поможет чтобы она там какой-то клиновидный дефект был что сейчас прилипят пластиночку и зубки будут ровные то есть нету лечение зубов а вот именно вот это вот протезированные то есть вкручивание в живление так далее то есть на самом деле это это не гуманные это не как бы лучше сказать не естественные методы возвращения здоровья зубов вкрутим винтим в кость а что кость она предназначена для того чтобы туда ввинтивать вот эти вот шурупы на которые потом керамические зубы там навинчиваются вроде бы на хорошо смотрится человек человек жует но полезно ли это будет для здоровья совсем недавно считали что вот эти вот пломбы амальгамовая где присутствует ртуть нормально а потом выяснилось нет что вот это вот ртуть оказывается вызывает там отравление организма так затем по чуть-чуть его травит травит да и нормальный канал жим здоров зуб то есть есть вот так точно и когда в вентили в шарюс вот эти все эти значит титановые болты точно так же как вставили сюда кости это это все-таки тоже орган какой-то который выполняет свои функции и уже эта кость челюстная кость там верхняя там нижняя после таких ввинчиваний она уже не нормально она уже нездоровая придание ну бумага ведь вот внешнего вида там зубам улыбки с помощью вот этих технологий какие сейчас используют зубопротезные медицина она делает инвалидом человека разрушая его кость одно дело сделать так чтобы карий спрошу и зубная эмаль восстановилась это требует нечто иных знаний которые бы хотелось знать я думаю что они есть такие знания и совсем другое дело что это мы не знаем и знать не хотим выдернули крутили все зуб есть здесь живешь живешь ну и все а то что там у тебя там с челюстью это уже не наша забота и это забота как правило там через какое-то время начинает сказываться то там кости усыхают то там вот что там у нас это вот это это усыхает зуба там начинают Bachelor обнажаться творит то есть творение это это знаете нездоровое творение вот разные вещи есть есть знаете здоровое творение а ест нездоровое творение здоровое творение когда ты такая опасса Сидишь здоровой, пыжущей здоровьем. И не здоровая, когда тебя подрумянили, накрасили, подтянули. Мол, ты тоже точно такой. Но один человек своего здоровья добился тем, что он занимается осознанно, целенаправленно со своим здоровьем. А другой пошел просто вот, макияж там сделал, пластическую операцию. И все. Разные вещи. Так, смена клапанов сердца. Смена клапанов сердца. Ну хорошо, клапанов сердца. Ладно. Аорты, шунтирование сосудов. Смена клапанов сердца, аорты. Оказывается, смотрите, вопрос такой вот. Просто-напросто вопрос я задаю. Марина Януш. Ну хорошо, а что эти клапана менять? Ну вот я вот, 66 лет. Ничего тут я клапана не заменил. В челюсть не ввинтил, хоть не эстетически. Шевелюру не пересадил. И со зрением там некоторые там ухудшения есть. Но я что-то это не сделал. Вот почему портятся клапаны сердца? Ответьте на этот вопрос. Ответили. А теперь скажите, а что нельзя их восстановить, эти клапаны? Вот тем более, что наука утверждает, что наш организм, система самовосстанавливающаяся. И если мы с вами, с вами, поставим организм в нормальные условия, он сам себя восстановит. А нормальные условия, которые у нас окружаются, это наш образ жизни. То есть, если он нездоровый, он может портить эти клапаны. И если он здоровый, да он их вообще не касается. Эти клапаны стучат и стучат себе. А может быть, это лечение простуд и пневмонии, и ангины, как вы там говорите, антибиотиками, которые вызвали, что бактерии разбежались отсюда, где антибиотики действовали, и поселились в клапанах сердца, и стали там расти, и видоизменять их. То есть, может быть, это, если это широко так распространено, может это последствия неправильного лечения, а теми же антибиотиками, о которых вы говорите. И можно обойтись и без антибиотиков. Есть же растительные антибиотики. Вот такой вот вопрос я сдал. Что эти клапаны сердца, от чего они портятся, и можно ли их восстановить? Все это можно сделать без вот этих всех вмешательств. Но это, как правило, до того делается. То есть, человек должен разумно над собой работать и заботиться о своем здоровье, а не мотаться там в погоне за чем-то там, потом простывший, глотать вот эти вот все эти таблетки, и, а, здесь не болит, все, хорошо, я побежал дальше. Дальше буду свои там дела там делать. Подумайте над этим. Дальше что там с аортой? Нечто подобное с аортой там происходит. Я как-то там, что там, аневризма аорты, расширение аорты. Вот такое вот заболевание, причем в юном возрасте. И вспоминаю, как Юрий Андреев в «Трех китах здоровья» рассказывал, что пришел молодой паренек, вот сказали, там, расширение аорты, или как-то там он называется, аневризма аорты, что тут осталось жить, задыхается и так далее. Почистил организм. И после этого все это прошло, начал бегать там по этажам. То есть аорту, что на нее там влияет? Вот так вот. Опять-таки, есть причины, есть условия, есть следствия, последствия. И на всю эту цепочку можно влиять, дабы наша аорта не болела. Шунтирование сосудов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плановое шунтирование сосудов. Значит, смотрите, вместо того, чтобы посоветовать человеку, как ему вести свою жизнь, чтобы сосуды оставались у него чистенькими, здоровыми, как правило, в этом направлении практически ничего не делается. А там что-то там меньше, то есть это самое. А, мы вам вот это вот вставим, пружинку, вставим пружинку, которая, тот сосуд, который у вас забился, там вот, она ее там расширит, кровоток восстановится и ввалишься нормально. Сама уже пружинка начинает являться тем средством, вокруг которого начинают формироваться, формироваться какие-то отложения, которые ведут дальше к закупориванию сосудов. Может, я ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь. Ну, у меня такое мнение, я не наставил на него. Ну, когда у человека начались, вот, а ему там один шунт вставляет, другой шунт, и при этом, так как ты ведешь свой образ жизни, так ты и веди. Знакомый, с которым я дружу, у него сын, денежки есть, все нормально, все хорошо. И, значит, естественно, такой образ жизни, когда, знаете, жизнь идет в массе и так далее. Еда, выпивка и прочее, 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 прочее. Вот ему поставили шунты разок, другой, третий, а потом все. И шунты не помогли. Хотя, опять-таки, есть же рекомендации по чистке сосудов. Есть рекомендации, чтобы их сохранить здоровыми. И их нету вообще, только пружинки и все. Больше мы ничего не знаем. Шунтируем сосуды. То есть, видите, разный подход, я вам говорю. Совершенно иной подход. Вот такой подход. И вот такой подход. Я лично придерживаюсь такого подхода, который я веду. Дальше, почитаю. Так что не требуйте от медицины ответа на все вопросы здесь и сейчас. И не нужно связывать отсутствие ответов на некоторые вопросы с целесообразностью прислушиваться ко всему тому, что говорил Инарин Малахов. Каждый, кто серьезно воспринимает его советы, и кто применяет их к себе в будущем, в большинстве случаев, горько об этом пожалеет. Участие просто не будет результата или не забудут это. Участие возникнут какие-то проблемы, ну не серьезные. Участие будут проблемы посерьезнее. Вы знаете, я в основном обращаюсь к здравому рассудку. Вы уже убедились в моих этих, что я очень мало там даю каких-то там рецептов. Очень мало каких-то там этих самых вот это на то, это на это. Я говорю в общем. При этом вот те книги, которые я написал и по которым многие там занимались, практически это научные рекомендации, в которых я объяснил. Вот это, знаете, все там вот делается там. Вот то мы тебе поставим шунты, то мы тебе, значит, хрусталик заменим, то мы тебе клапан заменим, то мы тебе зубы заменим, то мы тебе сустав заменим. Или еще что-нибудь так такое. То есть, такой подход к своему организму, чтобы это все у вас делалось естественным образом, сохранялось ваше здоровье. Вот в чем разница. Естественным образом. С тех же, знаете, вот научных позиций, которые я тоже раньше любил объяснять. А как это делает, а какой-то там гормон или еще гормон. Ну, а сейчас просто понял, что это не важно. Мы за этими гормонами, за этими генами, мы забыли самого человека, его жизнь. Мы просто его забыли. Мы его не видим. И поэтому получаются результаты. И далее, смотрите, я вам много перечислил. Вот тут. Горько об этом пожалею. Я уже как-то рассказывал. Я, можно так сказать, свято верил. И люди обычно свято верят в то, что существуют хорошие врачи, что существуют хорошие лекарства. Но все это, знаете, работает не как целая система. А я как вот тот вот инженер, который из разных деталек сложил паровоз, который поехал, который поехал. И я так вот действую, перед вами там живу. И кто действительно разумно это действует. Если же не разумно действует, вот я свято верил там и в науку, и в медицину. У меня все же это было, это все же пройденный этап. Делают аппендицит, после него геморрой. Удаляют гланды, после него гайморит. Вот такое-то лечение. Понимаете? Что после того лечения, которое назначается, вместо того, чтобы в целом сгармонизировать систему организма, поставить ее в такие условия, чтобы она самовосстанавливалась, не делая ничего этого, думают что-то решить, добавляя. А это вызывает. Вроде бы здесь перекос стараются ликвидировать. А он возникает в другом месте. Лечим антибиотиками. Осложнение дает на сердце, на эти все клапана, на ту же аорту, на те же почки, на те же суставы, на то же зрение, на то же пачень. Горько пожалеют. И вот я когда все из себя прошел, вот это вот все эти вещи, я действительно горько пожалел. Я думаю, пора заниматься своей головой. Знания-то есть, есть. Но надо их сложить и применить так, чтобы это не вкручивалось вам в кость, а чтобы эта кость была здоровая. Вот в чем разница. Между Мариной, Якуш, которая говорит, и мной. Иногда волосы дымом встают от его советовок. Примерно вопрос женщины, что ей делать со своей катарактой, причем она не хочет. Петрович вместо убеждения женщины все же пойти к специалистам, советует той лечиться хлебом с салом. Вы знаете, что-то я, конечно, советую. Но иногда мне приписывают такие, допустим, методы лечения геморроя, которые говорил в свое время доктор Попом. Огурец там в задницу и сидишь там на грядке. Почему-то это все приписывают мне. Я подобной рекомендации смотрю на это все, не давал. Под моим именем уже тут столько набузят вам. И скажут это-то-то, это-то-то-то, со смешком и без смешка, на полном серьезе. Лишний раз спросите у меня, если вы действительно там сомневаетесь, а это действительно ли я рассказал? Или же кто-то от меня так шуточку пульнул, как с огурцом. Этот огурец приклеился ко мне, и все, я тут, значит, это. Как, впрочем, и уринотерапия, я тут это. Главный уринотерапевт всей страны, всей земли даже, вот в таком вот масштабе. Хотя, хотя, мне было, я уже повторяюсь, мне было интересно узнать, как это все работает. И я узнал, в случае чего я буду применять то или иное. То есть, все это у меня, как вот здесь вот находится, надо посмотреть в очки. Я смотрю в очки. Ага, надо мне увеличить на стекло, пожалуйста, увеличить на стекло. Надо что-то сбросить на флешку с флешку. То есть, разные вещи я применяю в зависимости от ситуации, в которой я оказался. Но я стараюсь в данный момент вообще, чтобы не допускать себя до каких-то пожарных вещей, когда надо срочно голодать, когда надо там что-то там, урину пить, когда надо там еще что-то делать, еще что-то, еще что-то делать. И за то, чтобы не допускать этого. И вам советую и рекомендую со своего собственного опыта, прежде всего, не допускайте себя до подобного. Большая беседа получилась довольно-таки. Ну, давайте еще немножечко посмотрим. И вот вы поняли разницу между генами. Интересное рассуждение, вот Наталья Барайк пишет, интересное рассуждение, сам столкнулся с непонятными закономерностями на продление жизни. Влияют, вероятно, еще какие-то факторы, такие как карма, там ставлю лайк и так далее. Естественно, огромное количество разных факторов влияет на продолжение жизни человека. Но лично я считаю, самый основной, это показать свою нужность пространству. Что ты нужен ему, что оно через тебя что-то делает такое благое, полезное для него же самого. И тогда твоя жизнь будет длиннее. То есть нужность показать, нужность вот этому всему миру показать. Ты ему нужен. А когда ты его разрушаешь, да зачем ты ему нужен? И все эти факторы как-то это. Просто создадутся условия, когда человека выбирают. Алифтина Костина, метод бутейка. Лет 20 назад у нас в Казахстане были врачи, которые занимались по бутейкам. Они в первую очередь освобождались от шлаков, потом голодовка несколько дней, а затем вдохи и выдохи. Ну что, Константин Павлович разработал там дыхание, вот это вот вдохи, выдохи, задержки, чему они там приводят, рост там углекислоты, на что она влияет. Все это хорошо. Но в целом это все получилось такая какая-то искусственная система. А не проще ли, не проще ли, опять-таки, не допускать себя до того, что ты раздышиваешься. То есть на то, чтобы человек раздышался, вымыл углекислоту, существует ряд причин, которые вызывают вот такие вот последствия. Может лучше с этими причинами поработать в своей жизни. Быть спокойным, рассудительным, понимающим, меньше волноваться. Вернее, волнение возникает тогда, когда ты не понимаешь ситуацию, как там в ней действовать, что там, что надо там сделать. Если ты ситуацию понимаешь, то ты действуешь четко, ясно с пониманием. Без возмущения своей физиологии. Александр Черный, Петрович, а шиповник заваренный, можно пить зимой постоянно или нужен перерыв? Обычно любые травы рекомендуются. Я же тоже читаю рекомендации. То есть у народной медицины есть свои рекомендации. Для того, чтобы не было привыкания, чтобы эти травы работали, желательно их пить не более там трех недель. Дальше какая-то другая травка или перерыв. Но тем не менее, тем не менее, лично я, я вот так где-то и пью. Попил, вижу, мне надоело. То есть две недели, три недели попил, потом надоело, все сменил. Потом опять захотелось. Можно и без перерыва, но, я вам сказал, лучше всего, чтобы не было привыкания. Организм такая система, которая ко всему привыкает. А раз он привык, значит эффект снижается. Вот, смотрите, вот один человек улыбающийся пишет. Просто цифра 12. От рака надо лимон есть, и все он растворит. Петрович, мол, херни не скажет. Знаете, опять-таки, вот такая вот рекомендация, якобы от меня, что лимон это там ешь, и у тебя там рака не будет. Вот она вот попала вот сюда. И далее уже, как будто это моя, собственно, она гуляет. Скажет, о, Малахов советует лимон есть от онкологии. Хотя, я об этом вот впервые слышу отсюда. Вот злая акула про керосин разъяснение. Что она пишет? Керосин – великая вещь. Тоже даже нетодикант вот этот вот, нетодиклар там. В годы войны у врачей не хватало зеленки и йода, чтобы делать перевязки. Отлично на раны гноящиеся применяли повязки с керосином. И микробов заражению убивали. И заживали раны быстрее в три раза. После войны почему-то медики забыли про это чудо-средство. А теперь они знают. Попробуйте сами, когда порезы или гноятся ранки на руках, перевязывать с керосином. Быстро все заживает. Это я уже слышу не раз. Но, вот такая рекомендация. Вот в свое время мне заинтересовал керосин. Я эту тему для себя прошел и знаю, что во всех этих тодикларках, тодикампах и прочих-прочих-прочих основным действующим началом является керосин. И причем керосин осветительный. Вот обычный керосин. Без всяких там очисток и так далее. Потому что то, что имеется в нем, тоже действует. А не только один там керосин. Ну вот. И это я изложил. Но вот эти знания не нужны. Давайте нам антибиотики, давайте нам еще что-нибудь. Давайте нам какие-то генно-модифицированные или изобретенные с помощью генной инженерии эти самые лекарства. Вот они будут. При этом забывается вообще целостность человека. Что если что-то болит, на это имеется причина, следствие и прочее, надо узнать эту цепочку и воздействовать на нее. Хоп, обрубили и все, заболевания нет. Нет, мы это не будем узнавать, нас это не интересует. Мы будем вот этим вот. Да. Что еще хотел на вот то возразить, когда там клапана, зубы и так далее и тому подобное. Вроде бы, вроде бы, вот так вот написано. Ох, я такой терпимый скажу, зашибись. Вот зашибись. Да, все это помогает работать. Но, которое перечеркивает все достижения современной медицины, Минздрав предупреждает. Если у вас нет денег, не болейте. Нет у вас денег, вам кариозные зубы не будем лечить. Вам ничего не будут вставлять, вам ничего будут вкручивать. Вам этот титан не будут вдалбливать в кост. Вам не хрустальник тоже ничего там не будет делать. Там, правда, есть такие понятия, как там квота. Но вот более что-то такое серьезное. Нету денег. Все. О, отвали. Ты не наш клиент. То есть, и получается, вот еще тут, знаете, вот такие вот советы. Вот тут, допустим, целители там и прочее, прочее. Люди такие вот, они плохие. Вот, позвольте, наше общество породило вот и целителей, и знахарей, и народников, и все это вместе. Почему породило? Потому что она часть людей просто-напросто отвергла. Нету денег. Ну, иди и сдыхай. Вот так. Вон, смотрите по телевизору. Дайте денег на лечение, дайте денег на лечение, а то там не будет. Вот ответ на вот эти вот все там нападки, когда там на меня, на народную медицину. Современное общество, скупи-продай, просто-напросто, часть своего населения выбросило на помойку. И как хотите, так и живите. Нет, вздыхайте. На мол, до вас нету никакого дела. И этим все сказано. Вот почему тогда люди, которые не хотят, не имеют на это таких заоблаченных каких-то средств, потому что это лекарство создано с помощью генной инженерии, а это пластинка титановая, она знаете там сколько стоит, как титан надо добыть? Нет у них этого. И они тогда вынуждены. Либо сами заниматься оздоровлением и изучать вот это вот все. Ой, а сейчас не изучают, а просто вот дайте нам рецептик. А я дал систему. Это большая разница, как поддерживать свое собственное здоровье. Либо же вот так вот. Вот и все вот эти вот, все эти нападки какие-то, все эти вот это заумные рассуждения, они упираются в одну. Есть ли у вас деньги или нет наличания? А я бы даже, так сказал, на уродование. Мы вас изуродуем. Вставим вот этот хрусталик, значит, свой хрусталик. Стекляшку нормально там будет или какая-то там она это. Нормально. Вставим это. А как это действует на организм в целом, еще непонятно. Как там в титан действует, как там в суставах еще что-то действует. Там уже, видите, про антибиотики уже там говорят, как они там действуют. Здесь лечим, а там размножаем. Что-то, да, тут, тут ошиваться и показывать свою какую-то научность. И если вся эта наука упирается в деньги. Вот как, пожалуйста, космический туризм. Есть у вас там сколько-то там миллионов долларов? У вас отправят туда в космос. А нету, значит, вот тут сиди. То же самое с лечением. Марина Якуш. Женая Петрович, что значит жоп перед голоданием? Это что-то новенькое. Жоп перед голоданием. Это уже люди, которые более-менее регулярно голодают. Они уже перед тем, как, допустим, начать голодать сутки или еще, они начинают немножечко больше есть. Вот это я называю жором перед голоданием. Чтобы было так ясно. То есть у них уже в системе голодания заложено то, что надо перед голодом немножечко побольше поесть там. И это ведет к совершенно иным результатам, нежели нормально там голодание. По крайней мере, знаете, это я где обнаружил впервые. Я был в Петербурге, это еще в 90-е годы. И хотел встретиться с этими, с последователями Иванова там. Клуб там такой есть. Ну и рассказывал, вернее, встречался с руководителем, что-то там это там, побеседовали. Вот так большинство членов этого клуба оказалось люди полные из-за того, что они после того, как там проголодают 24-36 часов или 48 часов, потом едят, 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 едят. И они считают это нормально. Что после этого надо там вот как-то вот. И вот это я как раз и говорю, что это вот жор перед голоданием. У них уже сплошной жор. Голодаем, едим. Голодаем, едим. Голодаем, едим. И в итоге у них избыточная масса тела. Большинство. Что неестественно и неправильно. Ну все. Вот на такой ноте и закончим. Прекрасная погода. Прекрасная погода. Продолжение следует...